Перед тем, как начать просмотр нового ролика, я хочу вам посоветовать подписаться на паблик «Металл Рок Клипы». Пожалуйста, зайдите в этот паблик, напишите человеку, что он правильно делает, что он неправильно, и почему он долго не может собрать подписчиков. Может, дадите какой-то совет дельный, ну, лайки там всякие ставьте, комментарии пишите. Вполне возможно, что-то новое для себя найдете. В общем, ваша помощь человеку будет абсолютно не лишней. Ссылка в описании. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Коня нет. Итак, тут ветер, может быть, будет задувать, я как бы дико извиняюсь. Но сегодня мы поговорим о такой теме, как я начал заниматься музыкой. 1500 миллиардов раз это спрашивали и на стримах, и в комментариях. Ну, думаю, да, я расскажу, ладно уже, ё-моё. Я понимаю, что это много просмотров не соберет, всем похуй, ну, как обычно. Значит, так, первое. Сначала я слушал, как и все в нашей сцены деревне, в поселке, руки вверх, ноги вниз, голова в жопе, ну, такие группы всякие. Тусили на дискотеке, вирус, демо, там солнышка в руках и что-то там в небесах. Это было клёво, 140 ударов в минуту группы были, ну, до хрена, короче. А потом однажды мой дядя, за что ему дико благодарен, дал мне кассету послушать Король и Шут, какой-то там Гранд, Голд, Коллекцион, вот эта вся фигня, коллекшн. И Ария, генератор зла, я такой, включаю. Стояла кассета на стороне Б, первая песня, и там была невеста палача. Я такой, Юпте, а чё, так можно, что ли? Это же клёво. Потом Ария, генератор зла, и тоже стояла первая песня на стороне Б, это была песня. Это всё обман, что он был самым добрым царём. Ну, вот такая штука. И я такой, Юпта, вот это крутота. И понеслась вода в хату. Я ещё учился в школе, потом пошёл в ПТУ ещё перед университетом. И все деньги, которые у меня были, я тратил на кассеты. Покупал нам группу мастер, например. Прихожу, говорю, а что это, типа, что у вас из рока есть? А чувак такой, типа, у меня вот там руки вверх и остальная фигня, секторуха ещё. Из рока, я говорю, а вот мастер у вас лежит вон. Ну, я не знаю, купил там чё-то, в Брянске привёз сюда. И я такой читаю, ну, вроде написано «Легенда русского рока». Я такой, во, надо купить. И там была песня «Разбиты кресты». В небе вороны, в небе голуби, Рукой не развести. На роще вся жизнь незломами. Разбиты кресты. Я думаю, Лянька-то ещё и вот так, оказывается, можно. И, в общем, по возможности покупал кассеты. Конечно же, Цой, этот Король и Шут. Все были кассеты из дискографии, хотел сказать, из кассетографии. Это было вау, клёво. Потом, когда уже переселился я в Брянске, а, не, я ещё в Москве покупал на горбушке, приезжал. У меня появился музыкальный центр «Филипс», там, CD-джейнджер на три диска. Я купил себе альбом «Ленинграда для миллионов». Ещё при бабушке включил, а там первая песня, вот эта, «дун-дуру-дуру-дун». И типа, хуй, хуй, бабка такая на меня смотрит. А шо это такое? Я говорю, дядя посоветовал, сказал, «Ленинград, супер клёвая группа, с меня взятки гладкие». А там мат-перемат, вот это всё дело. Вот, на горбушке покупал, дошёл там до всяких зарубежных сепультур, пинг-флойдов. Всё это слушал и охеревал. Думаю, вау, как это клёво. А потом у меня возникло такое желание, я думаю, так, стоп, Вася. Хочется же это сыграть. Ну, просто слушать, я понимаю, но хочется сыграть. И плюс ко всему, у меня уже тогда пёрли стихи. А пёрли они у меня ещё где-то в 99-м году. Всякие песни были, типа, «Бревно». Мне многие пеняют. «Ты вот, короче, гонишь на ступу, ёпте, а у тебя песня «Бревно», а там чё, вообще, блядь, пиздец». Песня написана, сколько мне лет было? Она, наверное, в 99-м, где-то, в 98-м году была написана. Я 85-го. В 95-м мне было 10, в 99-м, получается, мне было 14 лет. В 14 лет чувак написал или в 15, ну, что-то такое. Я не помню, в 99-м или в 2000-м. По-моему, в 99-м вообще она написана. Одна из моих самых первых песен, когда бурлили гормоны внутри. Я пьян был и отчаян, я лез к тебе в постель. От страсти я растаял и сунул тихо в щели. И сколько я работал, тебе же всё равно. Ни аха и ни вздоха, наверное, ты «Бревно». Юпте! Так это ж вон чё, это ж молодость. Ну и, в принципе, захотелось мне эти песни играть. Ну и я такой думаю, так, надо купить гитару. Как сейчас помню, я поехал в Москву, под Москвой, вернее. Посёлок Воронова, на Колым, между, по-моему, 9-м и 10-м классом. Или между 10-м и 11-м. Нет, между 9-м и 10-м, да. Мужики строили фронтоны из кирпича. А я был разнорабочим, всякий раствор замешивал, кирпичи подавал и т.д. и т.п. Ну и купил себе гитару, которая называлась «Брантнер». И был один чувак, который мне показал 5 аккордов, мой друг, который меня, в принципе, спасает до сих пор. После этого я узнал ещё 6-й аккорд, ну, может быть, 7-й, С, диез, бемоль, 7-минус, мажор, блядь, Игрик. Не, ну это шучу, конечно, аккордов узнал там больше и всяких таких вещей. Но основная моя наука была тогда, это вот он мне показал аккорды, показал, как настраивать гитару. И я начал всякие вот такие песенки поигрывать. Причём там что-то вот летов мне очень сильно понравился. И я стал как бы сразу это подбирать, потому что не было ни компьютеров, ни каких-то ещё вещей, чтобы я мог там интернетов вот этих всех найти. Поэтому у меня был кассетный «Майфун», назывался он «Беларусь». Я туда вставлял кассету, либо в свой этот CD-джейнджер на три диска, какой-то диск, но с диском было сложнее. Чтобы его перемотать назад, там он, блин, кучу каких-то операций проводил внутри, всё щёлкал, трещал. Но немытьём, докатанием я это дело научился подбирать, петь все эти песни. Приходилось это, конечно, прерывать, потому что работал в Москве на всяких стройках. А потом поступил. И когда поступил, в моей жизни появилось достаточно много музыкальных людей. Поэтому те люди, которые говорят, что учиться не нужно за это время, вы можете достичь большего, это потеря времени. Эти люди долбоёбы. Ебучие долбоёбы. Вы их нахуй сразу посылаете. Потому что когда вы попадаете в другой мир, из своей уютной квартирки, либо из своего мухосранска, то вы нарываетесь на людей разных характеров. Кто-то там музыкальный, допустим, кто-то КВНщик и прочее. Ты их как губка это всё впитываешь, ты становишься другим человеком. Вот в моей жизни появился Саня Калич. Ну, это ему кличку такую дал. Пусть он на меня за это не обижается. Это мой первый гитарист. Мы просто поехали на юг от университета. И что-то с ним купили портвейна, по-моему, какого-то или вина, ну, местного. И стали это дело пить. Причём собрались большой компанией, нужно было идти в какой-то клуб. А мы такие с ним, что-то в клуб нам не хочется. И мы вот купили портвейна, разговорились. Он говорит, я как бы музыку умею писать, гитарки там, электричество, вот это всё дело. Я говорю, а я, блин, песни умею писать. Он говорит, а давай группу сделаем. Я говорю, а давай. Мы нашли репетиционную базу. И всё так сплелось, что нашли репетиционную базу. Человек, которому принадлежит она, он знает, ну, в тот момент знал человека, который мог нас записать, который меня пишет до сих пор. Вот, это всё переплетено, как у Оксимирона. Всё переплетено, море нитейно, потяни за нить, за ней потянется клубок, и тот мир веретено. Совпадение ноль, нити быть или струной, или для битвы тетевой, всё переплетено. Именно я замечал, были такие пути, которые, если немножечко свернуть в сторону, если бы мы договорились с другой репетиционной базой, то этого человека, который записывает песни, я бы, скорее всего, не знал бы до сих пор. А этот человек стал одним из моих самых лучших друзей, что иногда нам мешает именно в творческом процессе, потому что мы очень хорошие друзья. И, собственно, начали мы выступать, вот, в общежитии, где я жил, нашлись люди, которые играют на гитарах, на барабанах, на бас-гитаре. Мы сколотили группу, Саня Калич ушёл, потому что он понял, что его пиу-пиу вообще как бы не вкатывает ни хрена. Но я ему очень сильно благодарен за то, что благодаря ему я смог найти и того, кто записывает, и вот этих людей. В общем, стали мы выступать, группа была всё нормально, там, мочили всякие там и хард-панк, и какие-то ещё вещи. Вот, типа, новое время появилось при этой группе, там, наедине с собой, там, злоба, песня, душу поэтом мы записали, темный город. Всё было в новинку, приходишь в студию, начинаешь писать, понимаешь, что петь ты ни хрена не умеешь, играть ты ни хрена не умеешь. Это всё проявляется именно в студии. Со временем потом уже, естественно, начинаешь как-то совершенствоваться. Вот, потом группа распалась по причине того, что люди стали дохера выёбываться. Типа, я самый лучший в мире басист, я лучший в мире, там, барабанщик. Я сказал, ну, идите вот это нахуй, и ушёл прямо с репетиции, типа, всё. В итоге потом мы ещё поиграли с гитаристом какое-то время, им полностью овладела семья со временем, ну, и как бы я вот решил пуститься в свободное плавание. Потом ещё собирал какие-то коллективы, какую-то группу, какие-то кавер-банды, всякая такая херня. А потом дошло до того, я понял, что в моём городе в основном одни выебонщики. Вот все лучшие в мире басисты, гитаристы, плати нам денег, сколько ты будешь платить. Кто ты такой, чтобы тебе платить? Тебя знать никто не знает. Сколько ты мне будешь платить? Пошёл ты нахуй, сначала заработай, повкалывай, тогда вот уже будет разговор об оплате. Тогда мы можем поехать в тур, тогда поделим всё это, естественно, на равные части, если сможем что-то заработать. Вот тогда это будет как бы нормально. А когда вот эти понты начинаются, я понял, что в моём городе одни сплошные понторезы. Либо понторезы в другом смысле. Они хотели со мной играть, но они не понимали, что где-то нужен минимализм. Они там на гитаре вот эту свою херню играют. Мне это не нужно в моих песнях. Мне нужен где-то минимализм, где-то очень короткое, но ярчайшее соло. Как это было, допустим, в песне «На краю». Как это в психее. Скажи мне, как ты живёшь. И вот такое должно быть я. Вот это очень сильно обожаю. Всякие там атональщины какую-то ещё вещь, чтобы... Когда просто на акустике играешь, это понятно, делать четыре аккорда. Когда приходишь в студию, ты всё везде переламываешь абсолютно. И это очень клёво. Ну а потом, в принципе, я начал щупать какие-то жанры, открыл канал на Ютубе. И сейчас живу уже очень много лет в таком состоянии, что все против того, что я занимаюсь музыкой. Родственники против этого. Они считают, что это занятие недостойно мужчины. Ты должен работать исключительно на заводе. И потом после завода ты должен... Вот и все мои девушки были такими. После завода ты должен прийти, заниматься с ней, с детьми, куда-то ходить, гулять. А не заниматься всякой хуйнёй, пропадать ночами, когда пишешь свои эти сраные песни. Это всё они не понимают. Потому что они обычные, мирские. Я их за это не виню. Я их прекрасно понимаю. Но когда я вот с женой начал только встречаться, я ей объяснял, что я буду пропадать, там и всё такое. Она, естественно, да не вопрос. А когда дело дошло до этого, то всё, пиздец, ты пропадаешь. Я тут одна сижу, с ребёнком занимаюсь. А ты пошёл нахуй со своими песнями. В итоге это привело к расставанию. Потому что я не мог больше это терпеть. Я, может, в жизни никогда не женюсь больше. Потому что музыка это моё всё абсолютно. И подписчики против, не подписчики, а хейтеры. Подписчики-то как раз такие за. И то не все. Буквально там 100, 200, 300 человек за это. Остальным похуй. Они там подписались чисто из-за короля и шута, из-за чего-нибудь такого. Но благодаря вот этому всему говну я всё равно буду плыть против течения всю свою жизнь. Я совершенствуюсь всё время. И я понял, что мне нужно писать тексты нормальные. Мне это в голову пришло совершенно случайно. Когда я нарвался на стихи Бродского, на стихи Лысикова. И вот узнал о Илье Кормильцеве. Стал не только песни слушать на Утилуса, но и выискивать стихи Кормильцева. Это было нечто. Потом и Маргарита Пушкина очень многое дала понять. Что вот песня это не просто там меня, тебя. Вот какие-то местоимения. Я стал углубляться в поэзию. И начал писать песни, которые люди считают дико, блядь, какими-то заумными. Всё нужно попроще. Да идите вы нахуй. Что значит попроще? Смысл жить, если всё будет попроще. Вот всё надо попроще. Работа попроще, блядь. Музыка должна быть попроще. На лабутенах, нах, и в охуительных штанах. Вот это должно быть. Нихера. Должно быть всё. Действительно, не всё. Конечно, попроще должно быть. Но я не такой человек, который будет делать что-то попроще. Допустим, вот есть Ленинград, пусть он делает музыку для быдла. Пусть. Для тех, кто нихера не хочет думать, для тех, кто её хочу после работы прийти, короче. Лёг такой, и всё, у меня мозг должен отключиться. Нет, чувак. Твой мозг должен переподключиться. Ты должен прийти с работы и послушать или почитать что-то действительно стоящее, умное. Не жвачку ебаную, допустим, Марвел какой-то. И посмотреть, как там Трансформер сыт или что-нибудь, и над этим ржать. Ты должен посмотреть, допустим, Андрей Рублёв, к примеру, Тарковского. Ну ты же не будешь это смотреть. Ты скажешь, что это пиздец, какая унылая хуйня, я хотел мозг отключить. Когда ты мозг переподключаешь, то ты, во-первых, отдыхаешь, а, во-вторых, совершенствуешься. Совершенствуешься во всём. И интеллектуально, и даже духовно. Вот так это должно происходить. Поэтому я стал писать песни типа легенда, чтобы это были какие-то истории, большие эпосы какие-то. Вот это очень клёво. Он несёт в себе больше, чем рождение. Больше, чем несли воды всех в мире рек. Он отчаянная надежда на возрождение. Он последний на земле человек. Встретить море, посмотреть в его голубые глаза, забыв о боли, о роли своей ему рассказать. Оно улыбнётся, отдав бессильное тело волнам. Воды сомкнутся, да в жизнь потерянным сыном я. Конечно, и простые более песни, когда приходят, но вот я песню «Сын» сейчас сделал, и свой отдельный проект «Тиар-808». Там всё проще, но должно быть тогда ядовито, должно убить человека вот это. Если ты сделал что-то, человек должен обосраться от этого, и поставить миллион дизлайков, написать, какое я чмо. Это нужно бить в самое сердце. Вот так в моей жизни всё происходит именно так. Поэтому я не смотрю фильмы вот эти марвеловские всякие. Я, вернее, смотрю, просматриваю, прощёлкиваю. Где-то 15-20 минут у меня уходит на этот фильм. Я вот просто сижу, так, здесь понятно, что будет здесь, понятно, понятно, потому что просто ты знаешь заранее. А когда ты смотришь фильмы типа Андрей Рублёв, ты вообще ни хера не понимаешь, что будет дальше. А когда ты прочувствуешься тем же Тарковским в «Сталкере», ты понимаешь, что, блядь, это как вообще такое можно было снять, насколько это всё круто. Просто это нужно всё прочувствовать. Вот последний фильм, который я не перематывал вообще из зарубежных, это был, я уже не помню, какой седой год, это был фильм «Пандорум». Я сидел и понимал, что он достаточно тривиален, но почему-то его не хочется переключить. Что-то будет в конце такое, чего я не буду ожидать. Сука, я был прав. Там такая концовка, которую ну вообще невозможно было ожидать. Ты думал вот о чём угодно, только не об этом. Поэтому советую посмотреть «Пандорум». Это фантастика, клёвый фильм. Вот, ну, в принципе, вот история примерно такая. И я вам скажу, что двигайтесь к своей цели. Вот у меня родственники против, у меня все девушки были против. Да и ладно, зато я, блин, буду верен себе. Я себя никогда не прощу, если я не попробую дойти до конца. Я буду потом сидеть и всю жизнь свою оставшуюся думать, а, блин, если бы я пошёл до конца, а вдруг всё было бы вот так, как я хочу, чтобы я смог бы донести до людей что-то, где-то, как-то. Показать людям, что вот мир такой, через посредством песен, там, стихов и прочее. Поэтому обязательно идите к своей цели. Если только эта цель не должна быть всё равно фанатичной. Я объясню сейчас, что не нужно бросать работу по поводу того, что вот я занимаюсь музыкой, пошло всё нахер, я буду жить бомжом и не буду ходить на работу. Нет, если тебе музыка не приносит денег, хорошего, нормального дохода, чтобы ты мог дальше совершенствоваться и развиваться, то нужно и на работу ходить. Я, когда открыл свой канал на Ютубе, сейчас посмотрю, время кончилось, не, нормально. Я, когда открыл свой канал на Ютубе, то я несколько лет подряд с маниакальным упорством вставал без 15,6 на работу, приезжал домой где-то в районе, там, полседьмого вечера, очень уставший, но я всё равно сидел на сраную мыльницу, со сраной гитарой, с отвратительными струнами, в полном безденежье, но я сидел, делал, делал ролики и делал, и делал. Мне говорили, блять, брось ты эту херню, у тебя, блять, подписчики не растут, просмотры не растут, брось вообще. И сейчас говорят, что это 80 тысяч подписчиков всего лишь, либо занимайся какой-нибудь жвачкой, чтобы народ это принял, ни хера. Я буду с маниакальным упорством делать это до конца и буду гнуть свою линию, иногда делая жвачку, допустим, ну, чтобы совсем канал не проседал, но в основе своей всё равно мой канал будет вот таким. И пусть мне говорят, что я старпёр ебаный, что нужно быть более современным. Похую. Современным быть и слушать Элджеев, делать музыку а-ля Элджея или ваших любимых этих порнофильмов и 2517, нет. Я лучше открою отдельный проект, вот TR-808. Вы услышите, вы увидите этот клип. Уж более современные вещи, невозможно себе представить, но она должна быть с элементами олдскула, обязательно. И нужно делать песни с элементами нью-скула. Лучшее брать с нью-скула и лучше брать с олдскула. Вот как-то так. В общем, всё. Это я вам рассказал примерно такую историю. Не знаю, задувал сильно ветер или нет. Просмотров на этом ролике, конечно же, будет мало. Это не о Короле Шуте, это не о Секторе Газа, это не ещё какой-нибудь такой хайповый херни, о нашествии там, что, блядь, порнофильмы, уни-панки или что-нибудь такое. Вот просто как бы вам размышлизмы и такие несколько размашистые матершинные мысли. Ну, Сапрыкин же быдло, вы сами прекрасно знаете. Всё, всем спасибо. Не забудьте поставить лайк, написать в комментариях, чтобы вы ещё хотели посмотреть. И до новых синяков. Встретить море, посмотреть в его голубые глаза, забыв о боли, о роли своей ему рассказать, оно улыбнётся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова